Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу и вы слушаете подкаст «Сингенты». Сегодня мы находимся в студии в Москве и поговорим о гербицидах с менеджером по маркетингу Юлией Дунаевой и техническим экспертом Андреем Браилко. Коллеги, приветствую вас в студии. Привет, Иван. Добрый день. Сразу скажу, что наш подкаст доступен на всех подкаст-платформах, размещен на нашем официальном сайте singenta.ru и в социальных сетях. Подписывайтесь на подкаст «Сингенты», пишите вопросы нашим экспертам в комментариях, в Телеграм или ВКонтакте, мы обязательно постараемся на них ответить. Коллеги, сегодняшний наш подкаст продолжает тему сои, гербицидной защиты сои. В прошлом подкасте мы обсудили схемы, точнее, какие схемы защиты сои от сорняков бывают и вообще поговорили о важности сои как культуры. Давайте, наверное, продолжим и сегодня уже углубимся именно в какие схемы защиты предлагает компания Singenta и что мы можем, собственно говоря, рекомендовать и предложить. Здесь необходимо сказать, что в последние годы ассортимент продуктов компании Singenta на сои пополнился и расширился. И вот мы обсуждали очень много различных стратегий, различных подходов в защите сои. И здесь необходимо сказать, что в настоящий момент мы можем предложить решение для реализации любых стратегий. И какие же гербициды у нас есть, я сейчас их перечислю. Например, для довсходового сегмента наш продукт, который хорошо себя зарекомендовал для довсходового применения гербицид Гарда Голд. И что касается послевсходового сегмента, он более крупный, чем довсходовый сегмент, поэтому и решений у нас здесь больше. И здесь буквально за несколько лет в нашем портфеле появилось три новых гербицида. Это гербицид BitBlock Plus, который контролирует как двудольные, так и злаковые сорняки. Гербицид Flex для контроля двудольных сорняков. И гербицид Eventus также для контроля двудольных сорняков. И замыкает нашу гербицидную программу, замыкают два диссиканта. Это Reglon Forte и Reglon Air. Таким образом, мы предлагаем защиту от всхода до уборки сои. Тут Юля еще забыла упомянуть наш широко известный фюзиолот Forte. Это специализированный гербицид для контроля злаковых сорняков, как однолетних, так и многолетних в посевах. Ну, сои в том числе. И еще у нас на подходе в сезоне предстоящем будет одно новое решение из этого же сегмента. То есть тоже противозлаковый гербицид. Но не будем замигать вперед и все-таки предлагаю дождаться начала сезона. Будет очень хорошее и надежное решение. Да, спасибо, Андрей. Громиницидов много не бывает, поэтому один громиницид у нас уже есть и на подходе следующий. С очень популярным действующим веществом. Отлично. Я чувствую, что все слушатели нашего подкаста получили инсайдерскую информацию и теперь поделятся со своими друзьями, знакомыми и будут ждать весенних новостей в каналах Сингенты и нашем подкасте тоже. Давайте, наверное, поговорим о том, что в каком регионе компания рекомендует. Я правильно понимаю, что с учетом различных климатических, почвенных условий в основных регионах возделывания, которые у нас есть, все-таки наши рекомендации разнятся? Да, абсолютно верно, потому что мы упомянули, что основными регионами соесеяния является Дальний Восток традиционно-исторический и сейчас лидирующее место занимает Центральное Черноземье. И, естественно, проблемы по фитосанитарной ситуации в полях, они отличаются тоже в силу погодных условий и специфики, в силу видового состава сорняков. И я предлагаю начать с Центрального Черноземья, разобрать ситуацию, что там, какие особенности, да, ну а потом, наверное, перейдем к Дальнему Востоку. Итак, Черноземье Центральное, какие там основные проблемы по сорнякам? Потому что это один из определяющих моментов, да, какие... Ну мы же про гербициды в конце концов разговариваем. То есть основные проблемы – это падалица подсолнечника. Почему? Потому что севообороты насыщенные не только соей, зерновыми, там очень много других культур возделываются, то есть диверсифицированные севообороты. И подсолнечника возделывается много, и падалица или самосев подсолнечника – это проблема, он может сходить несколько лет после того, как подсолнечник убрали, и всходит волнами, или, ну, несколько генераций дает. Кроме того, это марь белая, это щерица запрокинутая, это послен черный. Естественно, многолетние сорняки корнеотпрысковые, это бодяки и асоты. Ну, из лаковых сорняков в посевах сои присутствуют в основном просовидные сорняки, это просокуриная и щетинники – сизый и зеленый. То есть, ну, сорняков вроде бы немного, но проблем доставляют они много, и часто это серьезное испытание для агронома. И второй момент, о котором надо помнить при работе сои в Центральном Черноземье – это то, что в севооборотах много культур, как я уже сказал, да, и после сои могут высеваться какие-то чувствительные культуры, то есть обязательно надо учитывать, есть последействие у того или иного действующего вещества, которое мы вносим в сои, естественно. Исходя из того, что набор сорняков в целом в Центральном Черноземье небольшой, наиболее часто агрономы используют и стараются использовать все-таки более мягкие, щадящие решения для сои. То есть, какие-то жесткие комбинации, которые содержат там 3-4 действующих вещества, да, которые мы можем видеть, например, на Дальнем Востоке, здесь не распространены. И фитосанитарное состояние опять в силу того, что количество осадков в Центральном Черноземье не такое высокое, как на Дальнем Востоке, их меньше. И вот эти мягкие, щадящие решения, они позволяют одновременно эффективно контролировать небольшой фон сорняков и действовать не так угнетающе на сою. То есть, в силу, опять же, погодных условий, в Центральном Черноземье не всегда до последних лет использовали довсходовые гербициды. Ну, потому что весна часто бывает засушливая и агрономы перестраховываются, да, и понимают, что довсходовый гербицид сработает, ну, может, не совсем в полном объеме. Они уходили чаще на послевсходовые схемы, когда применяют гербициды, там, в один, в два приема, ну, то есть то, о чем мы говорили. Сейчас ситуация меняется, да, во-первых, агрономы научились более хорошо учитывать особенности довсходовых гербицидов, да, предусматривают заделку их в почву после внесения в засушливых условиях. Ну, то есть, площади под довсходовыми гербицидами, они имеют тенденцию к расширению в Центральном Черноземье. Ну, и, собственно говоря, если переходить уже к продуктам Сингенты конкретно, да, и какие решения мы рекомендуем для Центрального Черноземья. Мы, естественно, рекомендуем комбинацию довсходовых гербицидов и послевсходовые решения, ну, или только послевсходовые решения, опять, если почвенники внести не получается. Ну, то есть, довсходовые решения наши, это Гарда Голд, о котором мы уже неоднократно говорили сегодня. Ну, и несколько вариантов, несколько комбинаций для внесения уже по вегетации после Гарда Голд, да. Это Ивентус в смеси с Тифенсульфурон метилом. Ну, Ивентус, я два слова буквально скажу, это двухкомпонентный гербицид, который содержит бентозон и кламозон в своем составе. Этот препарат отлично себя зарекомендовал в контроле Марьи Белой, даже переросшей Марьи Белой. В опытах и в производстве он показывал хорошие результаты. Марь в фазе 6-8 листьев контролировал хорошо и надежно. По щерице работа у него не очень эффективная, как я говорил в предыдущем подкасте, и, наверное, внимательные слушатели это помнят. Поэтому мы рекомендуем его использовать в баковых смесях с Тифенсульфурон метилом. Ну, и из тех сорняков, из того набора сорняков, о которых я говорил, еще надо обратить внимание на падалицу подсолнечника. Все-таки нужно стараться не допускать ее перерастания. И оптимальная фаза 2 настоящих листа падалицы подсолнечника. Это одно решение. И второе решение, которое можно рассмотреть, опять же, после использования Гарда Голд, это баковая смесь Флекс плюс Фюзелад. То есть, в чем плюсы этого решения? В том, что за одну обработку мы контролируем и двудольные сорняки, и злаковые. Злаковые за счет Фюзелада Форта. Ты сказал про Ивентус, сказал про Флекс, про Фюзелад Форта. Вот у нас еще есть же Видблок Плюс. Ты про него раньше говорил, но сейчас что-то как-то в схеме не обозначил. Я про Флекс плюс Фюзелад немножко скажу, и потом к Видблоку вернемся. То есть, Флекс плюс Фюзелад. Флекс это контактное действующее вещество фомисофен. Он вызывает мощный ожог у соевого растения. И в баковой смеси с Флексом это действие его может усилиться на сою, контактное. И вот эту баковую смесь мы рекомендуем в условиях, когда все-таки у хозяйства нет возможности вносить граминицид отдельно, когда техника не позволяет, когда надо за один проход решить проблему излаковых и двудольных сорняков. И не надо бояться вот этих визуальных симптомов некрозов на листьях, сои. Данная комбинация вызывает только вот именно это видимое контактное действие. Системного угнетения культуры не происходит. И отрицательно на урожайность и продуктивность культуры это тоже никак не сказывается. Теперь к вопросу о видблок плюс. Почему я о нем не упомянул в качестве основного решения для центрального черноземья. Потому что в состав данного гербицида входит два действующих вещества. Прапоквизофоб и имазитапир. Так вот как раз наличие имазитапира обуславливает жесткие ограничения по размещению последующих культур севооборота. А поскольку я сказал, что в центральном черноземье большой достаточно набор культур, которые могут высеваться после сои, то не для всех хозяйств приемлемо использование имазитапира именно вот в силу этих ограничений. Но опять же, опять же я скажу нашим уважаемым слушателям, что если для них это не актуально, именно наличие последействия, то видблок плюс обязательно надо включать в схемы, потому что у него есть серьезные плюсы и преимущества. Хорошо, давайте, собственно, и послушаем, что у нас о внесении, об использовании вот этой вот самой схемы. Говорят сами аграрии. Сейчас у нас будет небольшая вставочка. Мы послушаем Валерия Петрищева. Это главный агроном ООСПХ Задония. Хозяйство находится в Липецкой области, в Задонском районе. В нем аграрий делится опытом по применению гербицида «Флекс-Носой» на фоне до всходового внесения «Гарда Голд». Давайте послушаем. На данном поле произрастает соя, мезинка, РС-1, поле 47 гектар. Посеяно было 5 мая 2022 года. Под сев были внесены удобрения. Амафос в количестве 80 кг на гектар. Под осень было внесено. Диамофоска 150 кг. Калий-хлористый 100 кг. После сева была обработка почвенным гербицидом «Гарда Голд», без которого невозможно сейчас справиться с сорняками на сои. После чего была обработка препаратом «Флекс» дозировки 1,3 литра на гектар. Почвенный гербицид «Гарда Голд» помог отсрочить срок обработки гербицидом по вегетации растений, что позволило защитить сою на более поздних стадиях развития. Препарат себя зарекомендовал очень хорошо. Сдерживает большое количество сорной растительности. В прошлом году по хозяйству урожайность сои составила 20 сантиметров гектара с высоким содержанием протеина. Без применения гербицидов сейчас я считаю, что вырастить урожай невозможно, так как сорная растительность не даст развития культуре, и мы не сможем использовать потенциал культурных растений. Если исключить из технологии производства сои гербицидную защиту, я считаю, урожайность снизится на 50-70%. Мы сейчас послушали отзыв о аграрии. Это был Валерий Петрищев, главный агроном ООС СПХ «Задония» из Липецкой области. И он в основном рассказал про применение флекса на сои. Вот с учетом до сходового внесения «Гарда Голд». А как же другие, вот те баковые смеси, про которые мы говорили раньше? Да, в Липецкой области хороший опыт получился с гербицидом «Флекс». Почему мы не применяли гербицид «Ивентус», например? Потому что «Ивентус» будет доступен и будет в продажах с сезона 2023 года. Поэтому в сезоне 2022 года у нас было небольшое количество препарата для опытов. Мы посмотрели его в различных регионах, отрабатывали решения. И, соответственно, в 2023 году уже предложим его аграриям. И в следующем подкасте расскажем о результатах «Ивентус». Но уже сейчас есть нам что сказать по поводу опытов. Поэтому давайте тогда обсудим тоже этот момент. В видео мы услышали, агроном рассказал про результаты прошлого года. Неизвестна ли урожайность в этом году какая была? Да, Иван, уже известны данные. Наши коллеги сообщили, что урожайность на данном участке, опытном участке, на этом участке поля, составила порядка 25 центнеров с гектара. Это выше, чем в прошлом году. Урожайность была в среднем по хозяйству 20 центнеров с гектара. И это выше, чем средняя урожайность по России. В прошлом году она составляла около 16 центнеров с гектара. Прибавка, да. Ну, если вернуться все-таки к нашим системам, которые мы рекомендуем для применения на сои аграриям, какие вот, собственно, новинки могут использовать аграрии в 2023 году, которые они не могли использовать в этом году? Я так правильно понимаю, что у нас «Ивентус» появился? Да, совершенно верно. То есть в 2023 году сельхозтоваропроизводители смогут использовать «Ивентус» и попробовать его в различных комбинациях. И, скажем так, уже на практике посмотреть, что и какие результаты получатся. Но пока те данные, которые у нас есть, свидетельствуют о высокой эффективности продукта «Ивентус» в отношении основного спектра двудольных сорняков. Но здесь необходимо отметить контроль мари-белой. То есть отличный контроль мари-белой, даже переросшей. В фазе 6-8 листьев – это одно такое крупное и большое преимущество. Второе преимущество – данный гербицид хорошо смешивается с гербицидами-партнерами. Это тоже немаловажно, потому что редко кто использует один гербицид. Нет идеальных гербицидов, используются партнеры. Поэтому данный гербицид хорошо смешивается как с продуктами, содержащими в своем составе действующее вещество тифенсульфурон-метил. Также, например, хорошо смешивается с граминицидами на основе клетодима. Из нашего портфеля хорошо смешивается с продуктом «Витблок плюс». И мы еще поподробнее расскажем об этом подходе, то есть применение «Витблока плюс» и «Вентуса». Это второе преимущество – сочетаемость хорошая с партнерами. И третье важное преимущество – это отсутствует после действия на последующие культуры. Это действительно важно, то есть это для всех важно, но особенно важно для агрария в Центральном Черноземье, где высокая насыщенность, полезие в оборотах другими культурами, и у «Вентуса» нет после действия. То есть вот такие ключевые моменты, ключевые преимущества у продукта. Ну, хорошо. А вот если мы говорим про схему последовательного применения гербицидов по вегетации, вот конкретно есть решение, которое мы можем предложить? Да, Иван, такие схемы, конечно, есть. И, собственно говоря, упоминали мы уже «Витблок плюс» и те преимущества, которые у него есть. Это вот именно схема на основе с использованием «Витблок плюс» в первую обработку по вегетирующей сои. Скажу еще раз, что регламенты применения позволяют это делать. Можно, начиная с момента всходов сои до второго троечитого листа «Витблок» смело «Витблок» применять. То есть спектр активности у данного гербицидов довольно-таки широкий. Он контролирует двудольные сорняки, однолетние и многолетние, и злаковые однолетние сорняки преимущественно. То есть большинство проблем он может решить. То есть мы его рекомендуем применять вот именно в начале вегетации культуры. То есть ориентироваться на фазу сорняков именно, когда выбираем срок, когда будем вносить. То есть заходим на поле, смотрим, что там всходы сои вот-вот появились у нас в здании очень давно. Не ждем там появления первого троечитого листа и так далее. А смотрим уже на фазу сорняков, чтобы оптимальны они были в фазе максимум 2, ну 4 настоящих листа, да, двудольные сорняки, однолетние. И применяем «Витблок плюс». Как я уже говорил, в состав данного гербицида входит имазитапир, который обладает остаточным почвенным действием. То есть при условии, если он попадает на почву, в почве есть влага, он перераспределяется в верхнем горизонте почвы и способен контролировать довольно-таки широкий спектр сорняков последующих генераций, то есть которые будут появляться позже. То есть «Витблок плюс» по большому счету обеспечивает надежную длительную защиту. Но опять же, ситуации бывают разные, погодные условия складываются по-разному, и очень часто нам приходится бороться уже позже, ориентировочно в фазу 2-3 троечитых листьев, с какими-то сорняками, которые преодолевают защиту «Витблок плюс» мощную. И тогда мы рассматриваем вторую обработку по вегетации. И тут мы рекомендуем гербицид «Ивентус», о котором как раз Юля подробно рассказывала, в баковой смеси с «Тифенсульфурон метилом». Из практики, которая у нас была, это ориентировочно где-то 1,6-1,7 литра на гектар гербицида «Ивентус» плюс 5-6 граммов гербицида на основе «Тифенсульфурон метилом». Обязательно добавляем в эту баковую смесь «ПАВ» – поверхностно-активное вещество для лучшего, более качественного нанесения данной смеси на целевые объекты. И в чем еще преимущество использования именно этих гербицидов? Это то, что мы хорошо рассмотрели идеальный случай, когда у хозяйства хватает техники, погода позволяет, и оно последовательно, шаг за шагом, вносит первую обработку, делает, проходит неделя-10 дней, вносит вторую обработку. Но если ситуация складывается как-то форс-мажорно, часто это бывает из-за погодных условий, и мы, например, не можем на части полей, не успеваем провести первую обработку, или там запаздываем, да и видим, что сорняки перерастают, тогда выход тут тоже есть, и мы берем «Витблок плюс», мы берем «Эвентус» и делаем баковую смесь на основе двух этих гербицидов. Ну, норма ориентировочная, опять же, я скажу, 1,6-1,7 литров на гектар гербицида «Эвентус» и 1,3-1,4 «Витблок плюс». То есть делаем баковую смесь из тех же продуктов, по большому счету, вносим, и она решает нам проблему перерушивших сорняков вот за одну обработку. Система, которую мы сейчас озвучили, вот я имею в виду новинка, которая у нас будет в 2023 году, будем ли мы ее добавлять в нашу систему рекомендованную? Конечно, будем. То есть мы будем рекомендовать в Центральном Черноземье. Вот Андрей озвучил уже, какие возможные схемы также имеет место быть и может найти свое применение на Дальнем Востоке. Но все-таки для Дальнего Востока у нас другое решение. Это флекс, более подходящий по своим свойствам. Напоминаю, мы находимся в студии в Москве и говорим о гербицидах с менеджером по маркетингу Юлией Дунаевой и техническим экспертом Андреем Браелко. Коллеги, мы активно с вами обсудили сейчас Центральное Черноземье. Я так понимаю, что чуть-чуть по Волжье и регион Юг тоже может воспользоваться этими советами? Однозначно, и уже пользуются. В сезоне 2022 года опыты проводились с использованием наших новых схем и препаратов. Отлично. Ну, теперь давайте, наверное, поговорим о Дальнем Востоке, потому что я понимаю, что там условия значительно отличаются, и там уже наши схемы защиты по-другому должны быть выстроены, по крайней мере, из тех, что мы рекомендуем. Да, однозначно. Дальний Восток отличается большим прессингом сорняков, если сравнивать, например, с европейской частью России. Их может быть до 500, даже до 1000 штук на метр квадратный. То есть это колоссальное количество. Джунгли. Джунгли. И также регион отличается обильным количеством осадков. Тоже разные территории есть на Дальнем Востоке. То есть это от 500 до 900 миллиметров осадков за сезон. Ну, в целом это, конечно, гораздо больше, чем в других частях России. Поэтому и требуются гербицидные решения с высокими нормами расхода. То есть понятно, что такие условия, влажные, да, климат муссонный, подходит не только для возделывания сои, но и, соответственно, для роста сорняков. И, конечно, для того, чтобы проконтролировать их, требуются более высокие нормы расхода продуктов, требуются баковые смеси, потому что большое разнообразие сорняков. Поэтому и требуются гербицидные решения с высокими нормами расхода. Возможно, их негативное действие на сою. Но если используем гербицид контактного действия, то есть мы разбирали, да, что бывает контактного системного действия, тогда он не угнетает культуру системную. И негативные проявления в виде хлороза, пятен, они быстро сходят на нет за счет большого количества осадков. И применение гербицидов не сказывается на скорости роста и развитие культуры. Ну, то есть, простыми словами, соя очень быстро восстанавливается после воздействия даже жестких гербицидов. Но, опять же, после гербицидов контактного действия. Потому что если гербицид системного действия, то соя может долго, как простыми словами говорится, сидеть и болеть. А после контактных гербицидов быстрее восстанавливается. И в регионе очень хорошо показали себя комбинации с гербицидом ФЛЕКС. То есть в дальневосточном регионе мы рекомендуем баковые смеси с гербицидом ФЛЕКС на фоне применения довсходовых гербицидов. То есть необходимо про довсходовые гербициды, особенно на Дальнем Востоке. И есть примеры. Если по каким-то причинам не удалось купить довсходовый гербицид, приобрести, то в целом ничего не получится. Потому что, как я уже упомянула, прессинг сорняков огромный. То есть довсходовые гербициды, а потом после этого рекомендуем ФЛЕКС и комбинации. Слушаем руководителя Дальневосточного института защиты растений Вадима Николаевича Марыховца. Экспертное мнение В течение трех лет, включая текущий год, мы испытываем новый препарат фирмы Сингента. Испытываем и нами препарат, позволяя защищать сою на достаточно поздних этапах ее развития, при этом сохраняя очень высокую эффективность по отношению к целому ряду широколистных сорняков, таких вредоносных и актуальных для Приморского края, как амброзия, акалифа, марь, ну и целый ряд других сорняков. Одной из особенностей данного препарата, как препарата контактного, является очень быстрое развитие гербицидного действия на сорняках, которое визуально начинает проявляться уже спустя сутки после обработки. И в течение 14 дней, в большинстве случаев раньше, мы наблюдаем полную гибель чувствительных сорняков. Эффективное подавление сорных растений позволяет получить серьезную прибавку урожайности, которая может выражаться в цифрах 70-80% от урожайности, полученной на незащищенном контроле. Одним из преимуществ данного препарата является его лояльность по отношению к защищаемой культуре. Соя не подвергается какому-то системному воздействию, поскольку препарат, еще раз подчеркиваю, является контактным. И на следующий год без ущерба для урожая мы можем выращивать практически все культуры, все в оборот, принятые для Приморского края. Мы слушали комментарии ученого, руководителя Дальневосточного института защиты растений Вадима Николаевича Мороховца, и он высказал свое мнение по поводу испытаний препарата ФЛЕКС. Давайте вернемся, наверное, к тому, какие баковые смеси на основе, собственно говоря, ФЛЕКСа мы рекомендуем использовать именно на Дальнем Востоке, и какие комбинации, эти баковые смеси, какие препараты включить. Юля уже упомянула, что на Дальнем Востоке высокий прессинг сорняков в посевах сои, высокие фоны на всех полях, и в Приморье, и в Благовещенске. И поэтому соеводы этой территории давно уже пришли к мнению, и для них использование довсходовых гербицидов почвенных является обязательным элементом технологии. То есть, если на Дальнем Востоке аграрии не применяют или не применили довсходовые гербициды, это какой-то форс-мажор. То есть, это погода не дала, это что-то техника подвела, может быть, еще какие-то причины. То есть, по максимуму там стараются и обрабатывают, ну, больше 90% посевных площадей, как правило. Тут, естественно, наша рекомендация, опять же, Гарда Голд. Но помним о том, что я говорил, что некоторые действующие вещества могут промываться, в том числе тербутилозин, одно из действующих веществ гербицида Гарда Голд. И поэтому в условиях повышенных осадков Дальнего Востока надо быть особенно аккуратным и не применять больше трех, ну, максимум трех с половиной литров на гектар данного гербицида. Потом, после, до всходовых гербицидов, естественно, обязательным элементом технологии на Дальнем Востоке является использование каких-то комбинаций для внесения уже повегетирующей сои. И тут наши рекомендации следующие. То есть, флекс, мы понимаем, что флекс очень хорошо подходит по спектру контролируемых сорняков. В Приморье, надо еще, кстати, сказать, очень актуальна амброзия полонолистная, такой сорняк карантинный, да, который встречается на территории России на юге, Краснодарский Ставропольский край, и вот в Приморье. Флекс отлично себя показывает в качестве решения для контроля данного сорняка. Ну, и проблемные специфические сорняки, такие как лифа, камелина, канатник теофраста, он также контролирует довольно-таки уверенно и хорошо. Поэтому все баковые смеси, все комбинации мы строим на основе флекса, и флекс является основой для построения этих баковых смесей. Какие же действующие вещества можно добавлять? Ну, во-первых, для полей, на которых большое количество многолетних корнеотпрысковых сорняков мы рекомендуем добавлять к флексу или тифенсульфурон в чистом виде, о котором говорили, или решения гербицидные, которые содержат одновременно тифенсульфурон и хлоримурон этил, второе действующее вещество. Они обладают системным действием, оба этих действующие вещества, да, тифенсульфурон и хлоримурон, и более надежно контролируют именно многолетние сорняки, сорняки которых большое количество на территории Дальнего Востока, бодяки, полынь, ну, и ряд других. Также хорошо себя показала баковая смесь в условиях Дальнего Востока на основе, опять же, флекса и эвентуса. Эта баковая смесь хорошо контролирует канатник Теофраста, Акалифу Южную, Амброзию Полонолисную, если это актуально. По полыни также у нее хорошее, мощное контактное действие. Ну, вот, наверное, из тех продуктов, которые у нас есть, это лучшие рекомендации. Почему мы не говорим о Витблок Плюс, потому что, ну, давно уже отмечено, да, что на Дальнем Востоке есть, сложились популяции сорняков, устойчивые к действующим веществам из класса имидазоленонов, к которому относится и мазетопир, который входит в состав Витблок Плюс. И поэтому, ну, отдельно, на отдельных полях, на отдельных территориях Дальнего Востока используют эти группы действующих веществ, но с этим надо быть довольно-таки аккуратным и внимательным. Ну, это мы сейчас рассмотрели, собственно, схемы защиты для Дальнего Востока. В начале нашего подкаста мы обсмотрели схему защиты, которая для центрального черноземья. И, наверное, стоит сейчас еще, с учизмом того, что мы недавно прослушали мнение ученого независимого, который исследовал наш препарат на Дальнем Востоке, уточните, а как же все-таки мы сами-то исследуем те препараты, которые у нас есть? Ведь, насколько я помню, когда был в поле нашем научно-исследовательском в Липецке в прошлом году, одних вариантов с Ивентусом было там штук, наверное, 20. Действительно, очень важно проводить испытания продуктов для того, чтобы до наших наших уважаемых сельхозтоваропроизводителей доводить выверенные и правильные схемы. И как Сингента испытывает продукты, после того, как продукт зарегистрирован, Сингента проводит опыт с гербицидами на собственных научных станциях или по-другому исследовательских станциях, так называемых R&D станциях. Они у нас есть в основных зонах и соесеяния в том числе. Это в Центральном Черноземье, также в Краснодарском крае, есть на Дальнем Востоке. Кроме того, проводим опыты с зарегистрированными продуктами в хозяйствах и в институтах. Иногда параллельно с регистрационными опытами проводятся исследовательские опыты в аккредитованных НИИ. Вот как раз такой хороший пример с гербицидом ФЛЕКС, то есть помимо регистрационных испытаний проводили и такие исследовательские опыты для того, чтобы больше узнать о продукте до его регистрации, до его вывода на рынок, чтобы понять, с чем он лучше сочетается, в какую фазу лучше применить, уточнить моменты по последействию, вот такие моменты. И, конечно же, много результатов мы получаем по результатам коммерческого применения продуктов. То есть ясно, что до того, как начинаются продажи продуктов, опытов не так много. И только после того, как продукт выходит на рынок и начинаются его продажи, массовое такое применение, мы получаем много результатов. И это, конечно, бесценный опыт работы наших продуктов, и он отслеживается нашими сотрудниками, менеджерами к продажам и техническими специалистами компании Сингента. Хорошо. Но вот на что все-таки эксперты обращают внимание при проведении таких испытаний? Много, конечно, параметров, которые оценивают специалисты. Есть специальные протоколы испытаний. Но на что мы обращаем внимание при испытании гербицидов на сою, это, конечно же, на подбор наиболее эффективных схем. Мы уже увидели, что в чистом виде гербициды не применяются, нужны схемы. И вот эта отработка препаратов, которые могут сочетаться друг с другом, целесообразность, отработка норм расходов, потому что здесь тоже для того, чтобы не тратить лишние деньги, нормы расхода должны быть оптимальны. Но, соответственно, перед этим их нужно проверить, перед тем, как рекомендовать, то есть нормы расходов, комбинации. Также отрабатываются различные вопросы по последействию, то есть различные опыты по последействию, то есть смотрится, как продукт действует на последующие культуры, все в обороте. Ну вот разные такие моменты. Фиттоксичность для культуры тоже, конечно же, оценивается. Окей, целый комплекс получается работ. Вот, безусловно, наверняка это интересно посмотреть. Насколько я знаю, у нас на нашем сайте есть специальный раздел, который называется «Трайлинг», где по разным нашим демонстрационным площадкам регулярно размещается информация, и подробно по каждой культуре можно посмотреть, какие опыты проходят, и, соответственно, уже в том числе и по гербицидной защите оценить, какая результативность той или иной, я так понимаю, там и дозировки, и комбинации, все это можно посмотреть именно в привязке к интересующему вас региону, потому что не только вот такие макрорегионы, как Дальний Восток и Черноземье отличаются, насколько я знаю, бывает, что там в пределах даже одного региона разные районы по, получается, климатическим, по почвенным признакам сильно отличаются. Да, это действительно такая хорошая возможность для сельхозтоваропроизводителей записаться на одну из площадок полевых, съездить и своими глазами увидеть результаты. То есть можно много рассказывать, но пока человек сам не съездил, не посмотрел, он может не поверить. Ну а какие, может быть, опыты в хозяйствах, какие на площадках были такие прям, чтобы выделяющиеся опыты, о которых интересно рассказать и поделиться? Ну, на самом деле, опытов мы закладываем огромное количество, да, как сказала Юля, на разных площадках, в разных локациях, с разными организациями, но в сезоне 22-го года такими наиболее яркими и запоминающимися были опыты в Воронежской области на нашей станции R&D, и это был наш гербицид Eventus, новинка, которая будет доступна с 23-го года. То есть был на участке в Воронежской области смоделирован фон, искусственный фон засорения падалица и подсолнечника, как я говорил, актуальный сорняк, да, для центрального Черноземья, и испытывались различные варианты Eventus именно в контроле падалицы подсолнечника, как целевого объекта. Так вот, во всех вариантах, во всех смесях, где использовался Eventus, эффективность по подсолнечнику была на уровне 90%. Это очень хороший результат, и мы гордимся, что в нашем портфеле есть такое надежное и проверенное решение. Опять же скажу, что надо стараться, чтобы подсолнечник не перерастал, и на момент обработки его фаза не превышала четырех настоящих листьев. Ну, также, чем еще запомнились испытания Eventus или баковых смесей на его основе, это контроль мари белой, даже переросшей. Тоже мы об этом говорили, и считаем, что это большой плюс, да, и благодаря вот таким свойствам контроль падалицы подсолнечника, контроль переросшей мари белой в фазе шести-восьми листьев. Eventus займет достойное место на полях центрального черноземья. Ну, будем надеяться, благодарю вас, коллеги, что сегодня пришли в студию подкаста Сингенты, и мы подробно обсуждали гербицидную защиту СОЯ. Я думаю, что он получился интересным и полезным для наших СОЯ-водов, которые, я уверен, что не только подпишутся на наш подкаст, но еще и поделятся ими со своими соседями, со своими коллегами, и благополучно все те схемы, которые мы озвучили, будут использовать. Коллеги, большое спасибо, что нашли время и пришли сегодня в студию. Выпуски все подкаста доступны на нашем сайте сингента.ру и подкаст в платформах. Всем до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова